Антон Павлович Чехов, 75 тысяч. Рыжий угрюмо глядел себе под ноги и то и дело сплевывал в сторону. Не посидеть ли нам, предложил наконец брюнет, когда оба приятеля увидели темный силуэт Пушкина и огонек над воротами Страстного монастыря. Рыжий молча согласился, и приятели уселись. — У меня есть к тебе маленькая просьба, Николай Борисович, — сказал брюнет после некоторого молчания. — Не можешь ли ты, друг, дать мне взаймы рублей 10-15? — Через неделю отдам. Рыжий молчал. — Я не стал бы тебя беспокоить, если бы не нужда. Скверную штуку сыграла со мной сегодня судьба. Жена дала мне сегодня утром заложить свой браслет. — Нужно ей за свою сестренку в гимназию заплатить. Меня, знаешь, заложил и вот при тебе сегодня стукалку, нечаянно проиграл. Рыжий задвигался и кряпнул. — Пустой ты человек, Василий Иванович, — сказал он, покрививший рот злой усмешкой. — Пустой человек. — Какое ты право имел садиться с барнями и играть в стукалку, если ты знал, что эти деньги не твои, а чужие? — Ну не пустой ли ты человек, не фат ли? — Постой, не перебивай. — Да, я тебя раз навсегда выскажу. — К чему эти вечно новые костюмы? — Эта вот булавка на галстухе. — Для тебя ли нищего мода? — К чему этот дурацкий цилиндр? — Тебе, живущему насчет жены, платить 15 рублей за цилиндр, когда отлично? — Ни ущерб, ни моде, ни эстетике ты мог бы проходить в трехрублевой шапке. — К чему это вечное хвастанье своими несуществующими знакомствами? — Знакомый с Хохловым и с Плевако, и со всеми редакторами. — Когда ты сегодня угала своих знакомств, у меня за тебя глаза и уши горели. — Лжешь и не краснеешь. — А когда ты играешь с этими барынями, проигрываешь им Женины деньги, ты так пошло и глупо улыбаешься, что просто пощечина жалко. — Ну, оставь, оставь. Ты не в духе сегодня. Ну, пусть это фатовство есть мальчишиство, школьничество. Я согласен, допустите это, Василий Иванович. Ты еще молод. Но не допущу я, не пойму одной вещи, как мог ты, играя с теми куклами, сподличить. Я видел, как ты, сдавая, достал себе из-под низу пикового туза. Вот Силий Иванович покраснел, как школьник, и начал оправдываться. Рыжий настаивал на своем. Спорили громко и долго. Наконец, оба мало-помалу молкли и задумались. — Это правда. Я сильно завертелся, — сказал Брюнет после долгого молчания. — Правда. Весь я потратился, задолжался. Расстратил кое-что чужое, и теперь не знаю, как выпутаться. Знаешь ли ты, то невыносимое скверное чувство, когда все тело чешется, и когда у тебя нет средства от этой чесотки. Вот нечто вроде этого чувства я испытываю теперь. Весь по уши залез в дебри. Советно и людей, и самого себя, и делаю массу глупостей, гадостей, и самых мелких побуждений. В то же время никак не могу остановиться. — Скверно. — Получи я наследство или выиграй, так бросил бы, кажется, все на свете, и родился бы снова. А ты, Николай Борисович, не осуждай меня, не бросай камни. — Вспомни Пальмовского Неклюжего. — Помню я твоего Неклюжего, — сказал Рыжий. — Помню. Сожрал чужие деньги, налопался и после обеда захотел покейфовать. Перед девчонкой расхныкался. До обеда, небось, не похныкал. Стыдно писателям идеализировать подобных подлецов. Не будь у этого Неклюжего, счастливой наружности и галантных манер, не влюбилась бы в него купеческая дочка, и не было бы раскаяния. А вообще подлецам судьба дает счастливой наружности. Все ведь вы купидоны. Вас любят, вас влюбляются. Вам страшно везет по части женщина. Рыжий встал и заходил около скамьи. Вот твоя жена, например. Честная, благородная женщина. За что она могла полюбить тебя? За что? И сегодня вот целый вечер, в то время, как ты врал и ломался, не отрывала от тебя глаз хорошенькая блондинка. Вас Неклюжевых любят. Вам жертвуют. А тут всю жизнь работаешь, бьешься, как рыба об лед. Честен, как сама от честности. Хоть бы одна счастливая минута. А еще тоже. Помнишь? Был я женихом твоей жены, Ольги Алексеевны, когда она еще не знала тебя. Был немножко счастлив, но подвернулся ты, и я пропал. Ревность, усмехнулся брюнет. А я не знал, что ты так ревнив. По лицу Николая Борисовича пробежало чувство досады и годливости. Он машинально, сам того не сознавая, протянул вперед руку и махнул ею. Звук пощечины нарушил тишину ночи. Цилиндр слетел с головы брюнетой и покатился по утоптанному снегу. Все это произошло в одну секунду, неожиданно, и вышло глупо, нелепо. Рыжему тотчас же стало стыдно этой пощечины. Он уткнул лицов, принял воротник своего пальто и зашагал по бульвару. Дойдя до Пушкина, он оглянулся на брюнята, постоял минуту неподвижно и, словно испугавшись, чего-то побежал к Тверской. Василий Иванович долго просидел, молча и не двигаясь. Мимо него прошла какая-то женщина и со смехом подала ему его цилиндр. Он машинально поблагодарил, поднялся и пошел. «Сейчас задение начнется», — думал он через полчаса, взбираясь по длинной лестнице к себе на квартиру. «Достанется мне от супруги за проигрыш. Всю ночь будет проповеди читать, черт бы ее взял совсем. А скажу, чтоб потерял деньги». Дойдя до своей двери, он робко позвонил. Его впустила кухарка. «Поздравляем вас», — сказала ему кухарка, ухмыляясь во все лицо. «С чем это?» «А вот увидитесь, с милости велся Бог». Василий Иванович пожал плечами и вошел в спальню. Там, за письменным столом, сидела его жена, Ольга Алексеевна. Маленькая блондиночка с папильотками в волосах она писала. Перед ней лежало несколько уже готовых запечатанных писем. Увидев мужа, она вскочила и бросилась ему на шею. «Ты пришел», — заговорила она. «Какое счастье! Ты не можешь себе представить, какое счастье! Со мной истерика была. Вася, от такой неожиданности! На, читай!» И она, прыгнув к столу, взяла газету и поднесла ее к лицу мужа. «Читай! Мой билет выиграл 75 тысяч! Ведь у меня есть билет, честное слово, есть! Я скрывала его от тебя, потому что ты бы заложил его! Николай Борисович, когда был женихом, подарил мне этот билет, а потом не захотел бы взять обратно. Какой хороший человек этот Николай Борисович! Теперь мы ужасно богаты, ты теперь исправишься, не будешь вести беспорядочную жизнь. Ведь ты кутил и обманывал меня от недостатков, от бедности. Я это понимаю. Ты умный, порядочный!» Ольга Алексеевна прошлась по комнате и засмеялась. «Вот неожиданность! Ходила я, ходила из угла в угол, бронила тебя за твое распутство, ненавидела, и потом села от тоски газету читать, и вдруг вижу! Ох!» Написала всем письма. Сестрам, матери, тот обрадуется, бедные. «Но куда же ты?» Василий Иванович заглянул в газету. Ошеломленный, бледный, не слушая жены, он простоял некоторое время молча что-то, придумывая, потом надел свой цилиндр и вышел из дому. «На Большую Дмитровку!» крикнул он извозчику. В номерах он не застал того, кто ему был нужен. Знакомый ему номер был заперт. «Она должна быть в театре!» подумал он. А из театра ужинать поехала. «Подожду немного!» И он остался ждать. Прошло полчаса, прошел час. Он прошелся по коридору и поговорил с сонным лакеем. Внизу на номерных часах пробило три. Наконец, потеряв терпение, он начал медленно спускаться вниз к выходу. Но судьба жалилась над ним. У самого подъезда он встретился с высокой, тощей брюнеткой, окутанной в длинное боа. За ней пятам следовал какой-то господин в синих очках и мировушковой шапке. «Виноват!» обратился Василий Иванович к даме. «Могу ли я обеспокоить вас на одну минуту?» Дамы и мужчины нахмурились. «Я сейчас», — сказала дама мужчине, и пошла с Василием Ивановичем газовому рожку. «Что вам нужно?» «Я к тебе, к вам, Надин, по делу!» Начал заикаясь Василий Иванович. «Жаль, что с тобою, этот господин, то я бы тебе все рассказал. Да что такое, мне некогда. Завела себя новых обожателей, да и некогда. Хорошо, нечего сказать. За что ты прогнала меня от себя под Рождество? Ты не захотела со мной жить, потому что я тебе не доставлял достаточно средств к жизни. Вот ты и не права, оказывается. Да. Помнишь ты тот билет, что подарил тебе на именины? На! Читай! Он выиграл 75 тысяч!» Дама взяла в руки газету и с жадными, словно испуганными глазами стала искать телеграмму из Петербурга, и она нашла. В это же самое время другие глаза, заплаканные, тупые от горя, почти безумные, глядели в шкатулку и искали билета. Всю ночь искали эти глаза и не нашли. Билет был украден. И Ольга Алексеевна знала, кто украл его. В эту же самую ночь Рыжий Николай Борисович ворочался сбоку на бок и старался уснуть. Но не уснул до самого утра. Ему было стыдно той пощечины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова